Мы против! Мы против! Мы против! На мой взгляд, в настоящий момент руководство ДОСАВ действует совершенно незаконно. Нет никаких документов, подтверждающих то, что сейчас происходит на их территории. Мы понимаем, что земля им принадлежит на законных основаниях, но все действия, которые сейчас проводятся, они незаконны. У них нет ни разрешения на демонтаж. Территория не огорожена. Работа ведется непонятно каким застройщикам. И все, что как... То есть, ну у нас непонятно, мы в законном государстве сейчас живем или в незаконном. Владимир Владимирович Путин сказал, мы против категорически точной застройки. Втыкают дома в места, где их нельзя строить. Берег рушится, все уходит, уплывает. Не этим нужно заниматься. Патриотизм, да, он понятен, но из пяти этажей, которые сегодня занимает ДОСАВ, здание им принадлежит, четыре сдается в аренду. ДОСАВ, значит, достаточно одного этажа, вполне. То, что они делают, им хватает. Самое обидное, когда у нас было первое собрание в Думе здесь, собрали вот таких вот детей на 17-18 лет со всего района, человек, я не знаю, 30-50-х там, не знаю, сколько было, которые написали, что они все согнаются на столом здания. Нас там никто уже не стал слушать. Это беспредел, конечно. На первом этаже магазина, я покупала тут лифчики, белье нижнее есть. Посмотрите окна, грязные все, понимаете, потому что сданы, никому не нужны. Крыша вся сдана, вот посмотрите, стоят эти, облучают наш дом. В аренду сданы? Кто? Эти помещения. Ну, наверное, в аренду, если магазинчики там разные. А сколько тогда, где же дети занимаются? Да мы их вообще детей тут не видим, видим там изредка только здесь. Вы хотите сказать, что детей здесь вообще нет? Ну, редко тут бывает какой-то выстрелит их несколько человек, а так, чтобы тут массово ходили, нету тут никого. Что меня сюда привело? Наше беспокойство за наш дом, где мы живем, его техническое состояние. Самое главное, происходит нарастание трещин на техническом этаже наверху и в парковке. Это уже очень серьезно. Причем вот эти дефекты, которые вскрыты, и которые, по которым были проведены обследования специалистами горхоза, являются изменениями несущей способности грунтов. Если мы, допустим, построение здесь здания 24-этажного, давление на грунты будет огромное. Вдобавок, они, это здание перекроет ход верховодки, что приведет к насыщению грунта водами, его размягчению и снижению несущей способности. Это, безусловно, отразится, причем, я считаю, пагубно, я инженер-строитель, пагубно отразится на состоянии нашего здания. Опасность состоит в том, что подъехать невозможно. Ни пожарные не подъедет, ни скорая помощь, то есть ни подъездов нету к этим домам, к этому дому тем более. Он стоит вообще у нас в каком-то вот в квадрате, в таком, что невозможно подъехать. Благодарите про какой дом? Который собираются строить. Вот за ДОСАФом, на территории ДОСАФа. Ни площадок никаких нету, нет. Зато строятся у нас вот такие вот дома, в таких местах, где вот совершенно невозможно и не нужно их даже строить. Кажданин Забеднов расклеил в наших лифтах, а также каждому квартиру воткнул листовки по поводу того, что есть лживая информация по поводу того, что будет строиться 24-этажный жилой дом. Он написал, что такого нет. Это вот... Это в этой листовке? Да, это в этой листовке он написал за его подписью. Ну, я не знаю, насколько эта подпись там действительно... Но на слушаниях оказалось, что... От слов он своих отказался. Что все-таки... То есть он вас обманул? Получается, обманул. Почему член партии «Единая Россия» Забеднов Сергей Петрович позорит ряды своей партии таким лживым обманом перед нами, жителями? Если есть все-таки хороший бюджет для строительства такого проекта грандиозного, да, почему бы не сделать его заменить на строительство просто красивого, с подсветками ледяного катка, чтобы мы с семьями, с детьми, с друзьями отдыхали? Вы понимаете, какая картина? Вот построен квартал Голицына и построена вот эта многоэтажка. И когда строился квартал Голицына, была территория благоустройства, отведенная именно для жизни людей. Эта территория благоустройства была по окраине вот этого квартала Голицына. И она специально проходила там, где уже оползневая зона. То есть там, где строиться нельзя. Если здесь еще поставят 27-этажное здание, она просто потянет все туда, в Волгу. Потому что здесь раньше были овраги. Я против строительства этого здания, потому что коммуникации у нас здесь старые все. Вододведение старое. Нагрузка сейчас большая на электричество пойдет. Станции у нас будут, опять лифты будут стоять. Мы будем пешком спускаться с верхних этажей. У меня в этой абсурдной и непонятной ситуации только один вопрос. Какое имел, имеет или имел право представитель регионального отделения ДОСАВ торговать общенародным достоянием землей и передать ее под строительство сторонней коммерческой организации? Буквально три дня тому назад наш президент обратил внимание всех наших чиновников о том, чтобы они прислушивались к мнению жителей простых. Внутри вот этого маленького дома построить 24-этажное здание но это только больное воображение может представить себе такую ситуацию, когда на первых двух-трех этажах будут дети в жилом доме, где это видно, чтобы дети занимались в жилом доме. И вот в жилом доме будут заниматься дети, дальше будут жить жители простых. Кому будет, кому от этого будет хорошо? Жителям плохо, детям тем более плохо. Ну, разве можно так поступать с нашими жителями? Мы этот вопрос поставим на контроль. Никаких незаконных действий не будет. Более того, мы сейчас... Более того, мы сейчас запросим всю градостроительную документацию, всю экспертизу и будем действовать исключительно в интересах граждан. Более того, о том, что здесь говорилось сейчас, я всецело поддерживаю. Нельзя разрушать, во-первых, уже построенное учреждение, нельзя вообще относиться легкомысленно к тому, к патриотическому воспитанию, которое проводится в стенах этого учреждения.